Всем привет! Итак, радостная новость. Мы объявляем новый набор. 2020 года Рижский гештальтинститут объявляет новый набор по нашей аккредитованной программе обучения гештальттерапевтов. И до 20 августа можно будет сдать документы и, собственно, поступить на первую ступень Рижского гештальтинститута, дальше учиться, учиться и, может быть, стать гештальттерапевтом, а и же с ним психотерапевтом. Ну, там уже как карта ляжет, зависит от ваших талантов, трудоспособности и желания вот как-то в эту профессию погрузиться. О новом наборе вначале скажу в формальной части, а потом чуть-чуть о содержании программы, ну и повторюсь, собственно, как и что, и когда, и куда приходить, и что приносить. Итак, для того, чтобы поступить в Рижский гештальтинститут, вам нужно заглянуть на сайт гештальт.лб. Там вы найдете ссылку на то, какие нужны документы, копия паспорта, копия диплома о высшем образовании и фотографии. Ну, там есть ссылка на анкету электронную, которую можно заполнить и дистантно все это дело отправить. Вот, и все это желательно проделать до 20 августа. Собственно говоря, на что вы поступаете? Ну, тут уж вам, как сказать, гугль в помощь про гештальтерапию, надо как-то понимать, прочесть, и, наверное, вы знаете, чего хотите. То есть это все-таки такая некая профессия, поэтому там в двух словах, мне звонит она, спрашивает, скажите в двух словах, что такое гештальт. Не могу я сказать в двух словах, что такое гештальт, это сложно, но как скажите в двух словах, что такое квантовая физика, или там, не знаю, нейрохирургия, или, не знаю, строительство твердотопливной ракеты в двух словах, нельзя сказать об этом. Гештальт это сложная, интересная, вкусная, увлекательная, профессиональная деятельность, которая помогает людям, и, в общем, про это надо как-то все изучать. Но если вы человек с высшим образованием, социальным, гуманитарным, то есть вы психолог, прежде всего мы ждем психологов, социальный работник, педагог, человек, помогающий профессии, то добро пожаловать к нам, значит, как-то вы способны пользоваться энциклопедическим материалом, чтобы разобраться в профессиональных, значит, аспектах того, что такое гештальт терапия, чем она отличается от экзистенциальной терапии, от психодрамы и когнитинопихевральной терапии. Поступая на первую ступень, вы поступаете в терапевтическую группу, и первая ступень посвящена личностному росту, и только этому. И это первый год обучения, вернее, первый год личностного роста. Правда, психотерапевт, гештальт терапевт должен быть личностно, достаточно зрелый, чтобы как-то так дальше помогать другим людям. Сразу скажу, что это не значит, что заканчивается личностный рост, то есть вы начинаете с первой ступени и до конца жизни. На второй ступени, то есть через год, собственно, начинается дидактика, методология и третья ступень. Вторая ступень длится два года уже, а третья ступень тоже два года длится, и дальше уже супервизия, стажировка и всякие разные другие полезные вещи, которые помогают вам стать психотерапевтой. По ходу дела есть экзамены, которые вы сдаете и переходите, как бы сказать, на следующий уровень этого прекрасного квеста. Ну и заканчивается все большим экзаменом, дипломной работой и получением нашего сертификата свидетельствует о том, что вы гештальт терапевт. Ну это если вы все так молодцы, все так хорошо закончили. И для того, чтобы быть гештальт терапевтом, нужно иметь, конечно же, сами понимаете, высшее образование гуманитарно-социальное в помогающих профессиях. Магистратура нужна к тому моменту, когда вы заканчиваете поступать. Вы можете, конечно, с бакалабриатом, но значит по ходу учебной программы вам как-то надо и магистратуру где-то будет закончить, что дело полезное. Точно делает вас круче, умнее и лучше. Ну и собственно, чего я вам и советую. Итак, до 20-го числа, до 20-го августа, вернее, приносите свои документы, звоните, спрашивайте, задавайте вопросы. Вся информация есть на сайте гештальт.лв, ну и на фейсбуке, конечно же, вся информация есть. Документы, какие, как, куда сдать на сайте, анкету там же можно заполнить. И задавайте ваши вопросы. Все, до встречи, ждем вас. А, стоп, забыл, главное сказать, особенно ждем мужчин. Психотерапевт, это такая работа, серьезная мужская работа. Мужчины, подумайте о том, что, конечно, торговать нефтью круто, но, может быть, еще круче понять суть нашей потребности в нефти. Так что, добро пожаловать, мужчины в частности. Очень мужская, сильная профессия, ну и женская, конечно, тоже. До встречи в Индрическом гештальт институте.